Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новая серия на проекте Амазин Холиплей. Сегодня будет интересная серия, сегодня мы порассуждаем насчет работы с дальнобойщиком, я поработаю, покажу все на личном примере, и мы решим, прибыльная эта работа или нет. Мне кажется то, что после глобального обновления эта работа стала менее прибыльная, поэтому сегодня мы во всем этом разберемся. Также я не стал сразу записывать это видео, потому что я решил подождать, поработать, присмотреться, прикататься. Прошла неделя после анонса глобального обновления, и сегодня я готов высказать свое мнение и рассказать вам, хорошая эта работа или нет, и рассказать какие в этой работе появились нюансы. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забывайте ввести мой промокод, пишите мм, потом седьмой пункт промокод, и потом указывайте друга ютубера, пригласившего вас на сервер, и пишите вот такой промокод, Кирилл Гейм Капсом. За него получите очень хорошие плюшки, на пятом уровне 50 тысяч, на десятом уровне 100 тысяч. Также большое спасибо, кто уже ввел мой промокод, мой промокод уже ввели 1300 человек, я считаю, это довольно-таки неплохо. Всем большое спасибо, кто ввел мой промокод. Все, пацаны, желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, я приехал на самую близкую точку, которая находится возле моего дома, это получается загрузка Южного, и давайте посмотрим, какие у нас здесь есть рейсы. У нас здесь рейсы есть Южный Лыткарина, получается, Пригород, если что, это Склад. Все, мы взяли, получается, рейс сотового скилла, но почему, пацаны, неприбыльно ездить вообще с Южного Лыткарина? Потому что появились новые рейсы, это, получается, лесорубы Южный, порт Южный, и там платят те же самые деньги. Ну, практически те же самые деньги платят вам от порта до Южного, но, к сожалению, я туда ездить не могу. Вы спросите, почему? Потому что у меня в порту крашит. Как бы, я не один, у кого такая проблема есть, но в порту у меня постоянно крашит. Я просто заезжаю в порт, и сразу у меня краш происходит, и все. Туда я вообще не езжу, потому что, ну, бесполезно-то ехать, потому что в любом случае у меня просто крашит. Я езжу на лесорубы, но езжу на лесорубы я через Батырево, а не через порт, потому что даже если я проезжаю порт, иногда меня крашит. Я не знаю, с чем это связано, поэтому для меня порт это плохое место. Давайте даже посмотрим, какие там сейчас есть рейсы. Вот, допустим, порт. Вот, есть рейс порт Бусаева, в принципе, тоже нормально платит 46 тысяч. То есть, сейчас более прибыльно ездить с южного в порт, порт южный, южный лесорубы, лесоруба южный. Давайте посмотрим лесорубы. Вот, лесоруба южный, вот видите, платит 42 тысячи. А ехать довольно-таки мало, пацаны. То есть, они сделали рейсы реально очень пиздатые, но, к сожалению, не все рейсы я могу использовать, потому что у меня, соответственно, крашит. Так, вот, пацаны, мы уже подъезжаем в Латкарина. На самом деле, невыгодно вообще ездить в Латкарина с южного. Я сейчас доеду рейс и объясню, почему. Как вы заметили, изменили скоростя на машинах. Изменили их довольно-таки хорошо, и теперь Магнум едет достаточно медленно, потому что раньше он ехал 135 километров. Вы скажете, а сейчас показывают то, что он едет типа 138 километров. Но, пацаны, все не так просто, потому что они, как бы, просто визуально увеличили скорость. То есть, сейчас Магнум едет не 138 километров, а примерно 108. Примерно 108 километров едет Магнум. Они просто визуально увеличили скорость на спидометре, и все. То есть, они ему не прибавили скорость, наоборот, они ему уменьшили скорость. Да, по-любому скорость поменяют, потому что сейчас над этим работают, Magnum недавно ехал 160, по-моему, личный Magnum, то есть когда сделают нормальные скоростя, лично Magnum будет ехать 160 по спидометру, а обычный Magnum с компанией, либо арендованный, будет ехать 138, то есть получается Magnum лично будет ехать как раньше, 135 примерно, а Magnum, который будет в компании, он будет ехать 108 примерно. Сейчас вообще сложно работать, потому что разгона вообще нет у Magnum, потому что как бы чип-тюнинг не работает, я думаю, вы это прекрасно видите, то, что не работает, фура разгоняется очень медленно, и работать, я считаю, очень даже некомфортно, поэтому такие рейсы, как Южный Эдова и Южный Латкавина, вообще возить невыгодно, потому что у вас это будет занимать очень много времени, за это время вы спокойно можете сделать два рейса с Южного в Пор, допустим. Итак, я уже, получается, доезжаю до загрузки Южного, вот мне интересно, чем они вообще думали, когда встали здесь забор, ну, блять, можно же было его убрать, понимаете, ну, невозможно просто нормально проехать, да, вы скажете, типа, нужно заезжать с той стороны, то есть отсюда, но, блин, там неудобно заезжать, там узкий проезд. Рейс у меня это занял, пацаны, 6 минут, блять, 6 минут, понимаете, это реально много, это очень много. Вот лично я, пацаны, раньше зарабатывал за час спокойно 500-700 тысяч, это когда было еще не глобальное обновление, когда просто был обычный мазинг. Я тогда спокойно в дальнобойчках зарабатывал 500-700 тысяч, потому что тогда, как бы, ну, рейсы были почти те же самые, реально, те же самые рейсы были, ну, типа, Литкарь на Южный и Эдово Южный были одинаковые просто, такая же зарплата была. Я мог спокойно заработать за час 500-700 тысяч. Сейчас я такие деньги заработать не могу, если я буду ездить, допустим, Эдово Южный и Литкарь на Южный. Я такие деньги заработать не смогу, потому что Магнум едет медленнее. Даже вот вы видели то, что я ехал рейс Литкарь на Южный, раньше у меня это занимало 3 минуты. Ну, реально, 3 минуты занимало, потому что, ну, с чипом Магнум очень хорошо ускорялся и ехал. Сейчас у меня это занимает 6 минут, то есть 2 раза больше практически. И Магнум сейчас очень медленный, потому что чип как бы не работает, как бы он есть, но он не работает, понимаете? Но я надеюсь, что это в скорое время не пофиксят, но смотрите, в чем прикол. Как я ему говорил, то, что чип будет теперь работать только на личном Магнуме. То есть, если у вас Магнум компания, либо Магнум арендованный, у вас чип не будет работать, то есть вы будете все равно медленно ехать. А те около личной Магнумы, те будут вас спокойно обгонять и, как бы, зарабатывать за счет того, что едут быстрее, больше денег. То есть, тут палка в двух концах. Сейчас, как бы, все едут одинаково. Все едут 138 километров, что лично Магнум, что арендованный, что с компанией. То есть, сейчас все равны. Но когда они уже настроят скоростя, когда они будут крашить, Магнум лично будет ехать быстрее. То есть, вы сможете зарабатывать больше денег за счет того, что вы быстрее остальных. Работа стала менее прибыльная. Лично у меня пропало желание постоянно катать. Я реально обдренился. У меня нету желания, поэтому я сейчас вообще практически не катаю. Но я решил записать для вас вот такое вот интересное видео. И высказать свое мнение, высказать свои мысли. Потому что, как бы, у меня сотый скилл дальнобойщика. Я недельку покатал. Привыкнул к этой работе. И решил просто высказать свое мнение. Кстати, еще о чем хотел сказать. Как вы раньше помните, в Южном не было светофоров. Только он был один. Но теперь сделали два светофора. То есть, вы реально стали медленнее. То есть, ездить рейсы стало много сложнее. Потому что светофоров натыкали очень много. Да, вы скажете, типа, там можно проезжать на красный, туда-сюда. Но, пацаны, вас просто посадят, и вы потеряете время. Пацаны, я доехал до склада. И знаете, сколько мне это заняло? Шесть минут. Раньше я доезжал намного быстрее. То есть, реально, работа стала сложная. Времени ты тратишь больше. Фур едет меньше. Много светофоров. Короче, я считаю то, что пока что эта работа хуже, чем была до глобального обновления. Это личное моё мнение. Давайте, допустим, Ведово посмотрим. Ведово, видите, в Южный рейс. Ну, зарплата та же самая. Зарплата та же самая. Те же 56 тысяч, 52 тысячи. Такая же зарплата была до глобального обновления. То есть, по сути, ничего не изменилось, кроме рейсов порт и лесорубы. Итак, пацаны, вот я снова уже подъезжаю, получается, к выгрузке Южного. И у меня занял рейс 6 минут. Вы можете сами посмотреть. В принципе, вон, подсказка. Осталось времени 14 минут. То есть, я ехал, как бы, ну, по правилам, конечно, останавливаться на красный. И у меня всё это заняло 6 минут. Вообще, почти 7, мне кажется, сейчас будет. Ну, короче, вы поняли, я думаю. Итак, пацаны, что мы по итогу умеем? То, что сейчас намного сложнее будет даже качать скилл. Потому что раньше, допустим, там, на 40-ой скилл нужно было сделать, ну, 50 рейсов. Это я, к примеру, говорю. А сейчас нужно сделать 70 рейсов. То есть, рейсы тоже увеличили на скилл. То есть, сейчас качать скилл с нуля очень будет сложно. Поэтому, я не знаю, что вам делать на самом-то деле. Реально, всё как-то жёстко сделали. Светофоров много. Скилл сложнее качать. Ладно, там, у меня с этой скилл, допустим, ну, максимально уже. И мне, как бы, это не страшно. Ну, а тем новичкам, которые собираются работать с дальнобойщиком, им будет очень сложно. Потому что, ну, как бы, и скорости порезали, и рейсов больше сделали для скиллов. Короче, полная задница, пацаны. Я работал примерно полчаса. И заработал за полчаса, ну, где-то 1200, я так думаю. Но это, я считаю, очень мало за полчаса 200 тысяч. Как бы, рейсы были не особо хорошие. Но если у вас большой скилл, как у меня, сотый, например, и вас не крашит в порту, если будете катать туда-сюда рейсы в порт южный, лесорубы южный, то вы сможете спокойно заработать за час много денег. Но у меня, к сожалению, это не получится сделать, потому что меня крашит. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Чисто высказал свое мнение, показал пример, как я работаю, и сколько я зарабатываю. Все, пацаны, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok